Всем привет! Оказывается, компания Cubot занимается выпуском не только бюджетных смартфонов, но уже и смарт-часов. Попали ко мне двое недорогих, но красивых смарт-часов от Cubot, которые по дизайну подойдут больше женщинам, чем парням. Тем более, что у первых смарт-вотч, ремешки, основной и запасной явно женские по цвету. Это умные часы Cubot C5. У них привлекательный дизайн в духе Apple. Помимо этого, 10 различных спортивных режимов учета активности, уведомления, датчик сердечного ритма и длительное время автономной работы. По характеристикам они весьма обычные и не удивят своими возможностями. Экран, например, 1,7 дюйма с разрешением 240 на 280 пикселей. Батарея на 300 мАч. Должна продержаться от 7 до 20 дней без зарядки в режиме активного использования. Cubot C5 удивляет в основном дизайном. Здесь есть изогнутое переднее стекло, которое заканчивается прямо на корпусе алюминиевого каркаса розово-золотого цвета. И они издалека реально похожи на Apple Watch. На внутренней стороне корпуса группа датчиков и контакты. Вместе с часами идет зарядный камень с магнитным креплением, подключается к USB. Кстати, магнит хорошо держится на часах и пользоваться зарядкой удобно. Для управления используется приложение H-Band. После авторизации проводится синхронизация с часами. В последующем на главном экране выводятся подобные данные по активности. Шаги, сон и пульс. А также прогресс по заданной активности при настройке. В приложении можно настроить все по стандарту, как и в других умных часах других брендов. Только я вот не мог найти настройку со сменой языка на русский. Видимо, это из-за того, что я не авторизировался в приложении. Иконки на часах имеют красивое отображение и читаемость на хорошем уровне. Кстати, реальным плюсом часов считаю их максимальную яркость, позволяющую хорошо видеть информацию на улице. Также есть уведомления о входящем звонке, о смс, как стандартных, так и сообщений из разных соцсетей. Доступ к быстрым настройкам ключевых параметров, просмотр данных по активности за день и так далее. Из того, что понравилось, могу отметить три вещи. Это хороший магнит, классный и красивый внешний вид и красивые, хорошо читаемые иконки. С другим экземпляром Cubot W03 ситуация схожая. Часы собраны хорошо и выглядят так же красиво, как и первые, хотя в другом цвете. Ремешок можно сменить без проблем в обеих случаях, если нужно. Этот экземпляр, как мне кажется, зато очень больше для спортсменов, так как в приложении есть подобные отображения характеристик нагрузки. Основное управление осуществляется с помощью жестов и касания. Сенсорный слой на нажатие регулирует точно. На правой грани стилизованная механическая кнопка. Она, в свою очередь, отвечает за ручное включение и выключение экрана. На борту Cubo W03 дисплей с диагональю 1,28 дюйма. Разрешение 240 на 240 пикселей. Изображение читаемо под разными углами, но если честно, то хотелось бы разрешение получше. Если присмотреться, то пиксели немного видны. Да и яркость слабая. На улице, конечно, видна информация на часах, но на первых часиках яркость намного лучше. Установлен аккумулятор с емкостью 210 мАч. По опыту эксплуатации дает около двух недель автономной работы с активно используемыми датчиками и выводом уведомлений. На полный цикл зарядки уходит два часа. Для управления этими часами используется приложение GlowFit. Для работы предварительно потребуется проведение авторизаций для дальнейшего облачного хранения данных. В главном окне выводится сводная информация по активности, прогресс выполнения цели, пульс динамики и фазы сна. Из приятного для спортсменов есть отдельная вкладка для ручного запуска отслеживания параметров во время фитнеса и спорта. Есть несколько видов таких активностей. Если подытожив, то приложения хорошо оптимизированные. Можно настроить будильник, звонки, смс и другие параметры, которые есть и в других часах. Набор настроек вполне стандартный. А насчет самих часов, то есть, конечно, несколько претензий. Это, например, язык, который нельзя поменять ни в самих часах отдельно, ни в приложении без авторизации. Диагональ маловато с разрешением, хотелось бы побольше. Ну и в принципе все. Если вам понравился дизайн, что первых, что вторых умных часов и устраивает цена, то можно подумать. Но я бы не сказал, что это лучшие часы, которые были у меня на обзоре. Это обычные, красивые, хорошие часы, не подвальной китайской компании. Рядовому пользователю, которому, грубо говоря, больше половины функций не нужно в таких часах. Думаю, понравятся эти два экземпляра. Напишите свое мнение в комментариях насчет этих новинок. Я все читаю. Ну и хорошего вам вечера, друзья. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok